Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач, и на данном канале я говорю о бариатрии, о бариатрических операциях и о всем-всем-всем, что с этим связан. Мы сегодня будем с вами говорить о побочке известной операции под названием слив или же резекция желудка. У меня просто эта штука была, и у меня есть группа в Телеграм, то есть под каждым роликом в описании есть ссылка на мою группу, можете заходить, милости просим, смотреть, читать, общаться. Там нахожусь я довольно много и часто, отвечая на вопросы, а также есть другие ребята, которые пишут и отвечают, то есть welcome, как говорится. Мы с вами в данном видео, как уже сказал, будем говорить о резекции желудка. Одна из, скажем так, страшных и не очень приятных побочек – это рефлюкс. Что такое рефлюкс? Это когда у вас постоянно изжога. Я сейчас объясню, из-за чего это происходит. Повторюсь, я не врач, я не могу давать, и не хочу, и не буду никакие медицинские советы. Все это основано на моем личном и не только моем опыте. Для тех, кто не знает, я сделал две бариатрические операции. Первую я сделал слив в 2011 году, и вторую шунт я сделал из-за слива этого, блин, несколько лет тому назад. А все из-за чего? У меня ни с того ни с сего, я заметил, что появляется изжога. Изжога, 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 изжога. Ну, окей, то есть неважно даже от чего. Я выпил стакан воды, у меня пошла изжога. То есть вот именно так. И неважно, что я ем или пью, изжога. Ну, стали проверять туда-сюда, и выяснилось, что у меня появился рефлюкс. А из-за чего появился рефлюкс? Ну, я сейчас уже постфакту могу сказать, что когда я делал проверки, я увидел, что я не растянул желудок. В принципе, у меня желудок, вот как он был бы после операции. Естественно, он чуть-чуть увеличился. Но что произошло у меня? У меня появилась грыжа сверху желудка. То есть желудок у бариатриков идет как бы вот так вот, да? Вот так. Вот у меня появилась вот такая вот хрень. И что произошло? Она потянула за собой заслонку. То есть все газы. То есть, да, отрыжка у меня была ужасная. Можете посмотреть на мои первые видео. Я там прямо отрыгиваю. Ну, это очень часто. И вот эта вот штука. Кислота, желудочный сок поднимался. Это просто была жесть, страх. А больше того, скажу, одна из... Как можете проверить, если у вас вот эта вот штука, если у вас грыжа или нет. Когда происходит грыжа, кожа там внутри. Мясо растягивается. И когда мы пьем алкоголь, особенно некачественный алкоголь, у нас болит, вот где систиандра у нас, да, неважно, мужчина или женщина, посреди, вот где систиандры в груди, начинается сжение. Оно длится не очень долго, не очень много, но оно есть. Это один из конкретных признаков. Я прямо призываю идти проверяться и делать правильный выбор. Все почему. На самом деле, когда у нас происходит данная штука, данная хрень, происходит вот эта вот побочка, первым делом врачи дают вам таблетки Амапрозол, Амапрадекс, которые немножко приглушают изжогу, да, приглушают. Но потом эта хрень просто перестает работать. И вы переходите на Nexium. Есть Nexium 20, есть Nexium 40. В чем основной страх этой всей проблемы? Когда у вас вся слизистая часть наполняется кислотой, и там кислота иногда бывает, рано или поздно, к величайшему нашему сожалению, это может привести к раку. Мы этого не хотим, поэтому, еще раз, я не хочу никого запугать, никого испугать. Я хочу просто объяснить тем, кто хочет делать или уже сделал эту операцию по резекции желудка, чтобы просто вы знали об этой проблеме. Единственное, что сегодня помогает от этой всей хрени, это операция шунтирования. Полное шунтирование, не мини-шунтирование, не какое-то там другое, не всякие там наполнения желудком ботекса, хрень какая-то. Ребят, только шунтирование. К сожалению, данная операция помогает. Да, когда делают шунтирование, надо обязательно починить грыжу. Да, это естественно. Это бесспорно. И надо делать шунтирование, потому что заслонку, по крайней мере, еще на... Я спрашивал, что года даже два тому назад ее не умели нормально чинить. Поэтому, ребята, если вы хотите делать операцию, или вы уже сделали, и у вас есть вот такие вот побочки, идите к врачам, просите сделать, что вам делали проверку рентген с бариумом, то есть вас кладут на кровать, вы пьете барий, и вас на кровати поднимают, опускают, в процессе этого вы пьете, и они видят на самом деле, что происходит. Когда вы глотаете кишку, делают эту проверку, когда проверяют, ну, или берете кишку, и врач нам смотрит, что у вас происходит, к сожалению, не всегда эту грыжу можно увидеть. Я эту кишку глотал два раза, врачи нихрена не увидели, пока я не сделал рентген с бариумом. Это мой личный опыт. Я в Израиле. Как вы знаете, Израиль страна с медициной не третьего мира, а одна из передовых в мире. Поэтому даже у меня два раза я эту хрень делал, и не могли это сказать. Вот вам на вооружение один из признаков того, что у вас грыжа, это когда вы пьете алкоголь, причем, как правило, это даже может быть от вина. И вам, вы ощущаете в груди посредине, где-то здесь, или дискомфорт, или же острую режущую боль. И знаете, если эта боль у вас есть, вам стоит обратить на это внимание, и посетить вашего лечащего врача, и решение принятия дополнительных мер. Надеюсь, это видео было полезно. С вами был Евгений Пугович. До новых встреч. Пока.